Пока в России действует плоская шкала налогообложения. Это значит, что вне зависимости от того, какую зарплату получает гражданин, он платит в бюджет 13% НДФЛ. Депутаты подготовили сюрприз в виде прогрессивной шкалы. Многие эксперты считают, это будет справедливо. Главное, чтобы фискалы смогли собрать увеличившиеся налоги. Я положительно отношусь к данному законопроекту, вообще к идее установления так называемого налога на роскошь. Это уже установившаяся мировая практика, где мы имеем прогрессивную шкалу. Эффективность всегда зависит от того, насколько серьезный контроль будет со стороны государства. Если его не будет, то, конечно, будут находиться какие-то лазейки, способы, как избежать того, чтобы платить повышенный налог тем людям, которые это должны делать. Прогрессивная шкала налогообложения, предложенная депутатами, предполагает деление плательщиков на четыре категории. В первую попадет большинство граждан, которые получают в год до 5 миллионов рублей. Для них налог останется неизменным – 13%. Ко второй отнесут тех, кто получает от 5 до 50 миллионов. Они поделятся с бюджетом 18% доходов. Люди с заработком от 50 миллионов до полумиллиарда рублей отдадут 23%, а кто ежегодно получает еще больше – 28%. Это изменит мировоззрение многих россиян, уверены эксперты. Уплата налогов, она, конечно, в повышенном размере. Она многих будет заставлять задуматься, куда, собственно говоря, направляются данные деньги. Соответственно, будет заставлять налогоплательщиков самостоятельно задавать вопросы, собственно говоря, куда тратится наше налоговое поступление. И это, с другой стороны, может повысить ответственность государства по распоряжению данными деньгами. Сегодня прогрессивная шкала уже реализована в налоги на имущество физлиц. Установлена максимальная ставка в 2% от кадастровой стоимости на недвижимость стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Не исключено, что постепенно аналогичный принцип будет использоваться во всех видах налогов.